Привет, друг! С тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере с Modern Rage. Всё как всегда, а как ты понял по названию попиви ролика, сегодня мы с тобой поговорим о новом летнем батлпасе, который вышел в этом обновлении. Поговорим, как его купить, стоит ли его покупать вообще, что там можно получить, чем он отличается от предыдущего батлпаса, поговорим об эксклюзивном розыгрыше Давидыча, сколько доната нужно потратить, чтобы его полностью пройти и так далее. Поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита. А мы начинаем. А перед началом данного ролика хотел сказать, что именно на этом сервере у меня есть свой личный промокод EVENT, вводивая при регистрации большими буквами и получая 50 тысяч рублей и VIP статус на один день. Иди сдавай направо и работай на свою мечту. Ну что, ребят, не прошло и недели, как на смотру добавили новое обновление 1.9, именно добавили его 15 числа, и вместе с этим обновлением они добавили новый боевой пропуск под названием Летнее Безумие. Конечно, на дворе еще апреля, после него май и потом только лет, но они уже его добавили. Это объясняет тем, что на прохождение у вас есть 3 месяца, а покупать Battle Pass вы сможете до 14 июня. По классике, все тайм-коды есть на ролике и в описании, перематывайте туда, куда вам будет интересно. А лучше вообще не перематывайте. Включили и досмотрели до конца, подписались на канал. Сегодня мы с вами поговорим плюс-минус на те самые темы, которые я поднимал в первом видосе о Battle Pass, то есть о самом-самом первом Battle Pass на смотре. И сравним его с этим Battle Pass и в конце дадим итог, покупать его или нет. Значит, первая тема, которую мы с вами поговорим, это как же купить Battle Pass. Battle Pass можно купить двумя способами. Первый это традиционный, за донет 799 рублей, именно столько стоит Battle Pass, в принципе, как и предыдущий, на свой донат счет и просто его купить в игре. Второй способ это для тех, кто не хочет донатить. Вам нужно найти человека, который будет готов вам задонатить на счет, и вы можете купить себе Battle Pass. А этому человеку отдать игровой валютой. Если перевести 799 рублей в игровые деньги, это выйдет где-то 2,6 миллиона. Но человеку вы должны заплатить где-то от 3,8 до 4 миллионов. Им настолько стоит Battle Pass в игровой валюте. А где можно найти этого человека? Либо в группе ВК, либо это ваш друг, или просто в главном чате Дискорда смотри. Ну, это уже, можно сказать, ваши проблемы. Battle Pass, кстати, я тоже уже купил. Вот видос. На балансе почти 1600 рублей. А шо это значит? Это значит время покупать Battle Pass. Стрелочку вниз. Battle Pass. Покупать. Завтраски забанят нафиг. Окей. Так, давайте где-то здесь вот припаркуемся, и поговорим теперь о самом Battle Pass. Чтобы его открыть, нажимаем стрелочку вниз. И здесь у нас есть вот такая вот новая кнопочка Battle Pass. Мы у него заходим. Кто покупал предыдущий Battle Pass, либо видел, как он выглядит, сразу поймет, что есть некоторый редизайн. Если раньше у нас были уровня 1, 2, 3, 4, 5, то сейчас у нас теперь это главы. И теперь у нас задания ежедневные тоже идут по уровня. У нас есть 20 уровней по 5 заданий. 100 заданий это 1 глава. То есть, чтобы вам получить одну из этих автомобилей, на этом мы позже поговорим, дойдет до 5 главы, вам нужно выполнить 500 заданий. Как я и говорил раньше, этот видос я записываю подже, потому что каждый день я смотрю вносится хотфиксы в данный Battle Pass. И чтобы его по 100 раз не переснимать, я решил его заснять позже. Может кто-то сравнял видос с обновлением и этот видос, и увидели, что награды за главы изменились. Да, буквально день или два назад они изменили награды в главах. Если раньше на первой главе и на третьей главе раздавали деньги, то сейчас в первой главе и в третьей раздают донат. А если вообще сравнивать с первым Battle Pass, то там на первой главе раздавали опыт для левела, на второй деньги, на третьем раздавали баги, на четвертом вроде донат, потом уже тачки. Значит, сейчас за первую главу ты можешь получить 1500 донат единиц, за вторую главу 2500 донат единиц, за третью 3000, за четвертой 4000, и за пятую ты рандомно получишь либо Кёнигса Кимеру, либо Ламборгини Револют. Чуть не забыл вам рассказать о новых автомобилях. Они будут покруче предыдущих и стоят, будет намного дороже, потому что их достать будет намного сложнее, но об этом позже. Значит, по сравнению с прошлым автомобилем, у них выросла цена слива. Если в Ламбе и F12 слив был 60 миллионов, то сейчас в Кёнигсаге и в Ламбе новой слив 120 миллионов. В Кёнигсаге 420 либо 425, не помню, Ламбе есть 410. На Ламбе есть новое нововведение звук, то есть там не GTA 5 звук, а какой-то звук записанный из реала и как-то зациклен. Ну, короче, потом потестим, потом увидим. Суммарно за все главы ты можешь получить 11 тысяч донат единиц и одну из автомобилей. И сразу, наверное, обозначим, что Ламборгини будет дешевле, чем Гимера, и это будет а-ля Фера и Сентенарио, что если ты хочешь Сентенарио, тебе придется отдавать Феру и доплачивать. И то, что ты можешь получить донат за выполнение глав, это достаточно круто, ведь если ты решил проходить Battle Pass до конца, и у тебя выпало какое-то задание, которое ты не хочешь проходить, либо не можешь, ты его просто можешь скипнуть, а потом это все окупится. Поэтому за это лайк. Конечно, цены на задание тоже поднялись, но об этом позже. Значит, как поднять главу? Это нужно выполнить 100 заданий. Задания теперь разделены по уровням, то есть одна глава длится 20 дней. Но если вы хотите быстрее главу закончить, вы можете просто заплатить за 5 заданий дополнительных 500 рублей. Кстати, в прошлом Battle Pass это было 300. 299. Задания с Battle Pass, да, они стали немножечко жестче. Если у меня сейчас, ну, изичные, да, задания, типа, отправить репорт, но это было, дуэли были 10 раз, сейчас 20 раз, а машинистам поезда 900 тысяч, как и раньше. Если мы посмотрим на курьерку, либо на вино, то на первой главе, на курьерке, тебе нужно заработать или 2, или 3 миллиона, я не помню. А в старом Battle Pass курьерке 3 миллиона, это было на втором или третьем уровне. В прошлом Battle Pass тебе нужно было арендовать транспорт Давидыча на первом уровне, там, один раз, или два, не помню. Сейчас на первом уровне транспорт Давидыча тебе нужно арендовать 7 раз, а это очень дорого. Поэтому, да, задания стали немножечко жестче. И не забываем, что с каждой главой эти задания будут сложнее и сложнее. Но, благодаря хотфиксу, который вышел позавчера, изменили сложность второй по пятую главу. То есть, там немножечко облегчили задания. Если мы смотрим на эти задания и охреневаем, как сложно их выполнить и как долг, то я не представляю, что они там сделали на четвертый, на пятый. Но, слава богу, они пофиксили. Если ты не хочешь выполнять одно из этих заданий, ты можешь его скипнуть за 199 донат единиц. Но, с каждой главой эта цена будет удваиваться, как было в прошлом батл пассе. На самом деле, еще никто не знает, но я считаю, что будет удваиваться. Если в прошлом батл пассе это было 99 рублей, то сейчас это 199 рублей. Плюс, Агрессор, это один из разработчиков сервера, сказал, что если вы хотите пройти весь батл пасс чисто за донат, то у вас тупо денег не хватит и они сделали его очень дорогим. Ну, в принципе, поэтому мы уже видим. То, скорее всего, следующая глава будет либо 299 рублей, либо 499 рублей. Но я ставлю на 400 все-таки. И, кстати, вот вам лайфхак. Если вы купили батл пасс или думаете покупать, не стоит сразу выполнять все задания. Ну, задание по типу обратиться в репорт, его можно выполнить. А такое, типа, выловить карася, сдать шкуры, шкурки животных, убить оленя, кота, собаку. Вот. Это лучше подождать там буквально недельку, чтобы задания эти насобирались. И вы выехали, так, плотно часа 2-3 посидели и сразу всех выполнили. Потому что в прошлом батл пассе я каждый день ездил, искал этого гепарда, оленя, свинью. И это очень много времени занимало. Если я вчера, капец, мне на каждом шагу попадался этот лев, а мне надо было свинью. А на следующий день мне надо было свинью, а мне попадался тупо один лев. То это капец. Плюс, сейчас много людей ездят охотятся, поэтому лучше подождите дней 7, а потом будете выполнять все задания вместе. Ну и, конечно, за выполнение вот этих заданий вы получаете очки в призовой кейс. Также эти очки можно получить, если вы играете на сервере. То есть за каждые 2 игровых часа, вот вы видите справа летнее безумие 2023, до получения опыта осталось 1 час 58 минут. Если вы играете 2 часа на сервере, вам автоматически дается 1 поинт в эту копилку, можно так сказать. И когда вы насобираете 10 очков, вы сможете открыть призовой кейс, в котором вы сможете получить очень много крутых вещей. Ну или вы его можете просто открыть за 700 рублей. Но это капец, невыгодно, лучше откройте за 700 рублей какой-то кейс с транспортом. Давайте сейчас посмотрим, что же мы можем получить в призовом кейсе. Значит, это было, как и в предыдущем. Мы можем получить деньги, донат, 35-75 единиц, деньги обычные, в рублях, да, золотые слитки, разное количество, спиннинги, оружие, в принципе, по валюте это все. Мы можем получить всякие маски, вот такие, вот такие, вот такие, вот я буду просто листать и параллельно говорить, сумки, портфели, которые тоже будут стоить очень дорого. Миша, конечно, нет, но я думаю, эти тоже будут немало стоить. Ляма 3 поначалу, а потом до двух, до полтора точно не будут висеть. Но самое прикольное, что они добавили в этом обновлении, это аксессуары на плечо. Вот такую вот мышку, ой, чё, маупу можно получить, попугая, розового, красного, сичева, собачку, пикачу, разных вот этих роботов, ну, бриков, ну, короче, лего, вот эту херню всякую можно получить на плечо. Вот это, мне кажется, самое жирное. Вчера я встретил моего подписчика, у него стич был, то он за него заплатил 4 миллиона. Ну, я думаю, вот это всё будет где-то в районе 3-4 миллионов стоить. Также ты можешь получить какую-то зимнюю куртку, хотя на летнее безумие получать зимнюю парку как бы не очень. Худаки всякие, конечно же, всё брендовое, супримы, бейпы, опалом анджелсы и так далее. Кожанки, некожанки, конечно же, можешь получить нижнюю одежду, это штаны какие-то, тоже камуфляж, бейпы и так далее. Можешь получить разную обувь. И чуть не забыл, давайте поговорим об уникальных фишках данного батл пасса. Первое, это то, что все вот эти предметы, которые мы выбиваем с кейса, они не имеют износа. Вы можете их одевать, снимать и износ на них появляться не будет. Это лайк. Вторая фишка, это то, что при покупке батл пасса вы можете увольняться с любой работы и не терять ранг. Это второе. И новая, третья фишка данного батл пасса, который добавили в этом обновлении. Так как в данном батл пассе задействованы все работы сервера, а чтобы работать на какой-то конкретной работе вам нужен какой-то конкретный уровень, то с покупкой данного батл пасса вам не нужно покупать уровень и вы можете работать на любой работе. А теперь давайте поговорим о самом интересном. Это сколько же нужно задонатить денег, чтобы полностью пройти батл пасс. Как мы знаем по прошлому батл пассу с каждым увеличением уровня цена на закрытие задания растет. Цена на добавление новых заданий не растет. В прошлом было 299 рублей, сейчас 499 рублей. Но задания с каждым уровнем стоили на 100 рублей дороже. Но так как говорил агрессор, что в этом боевом пропуске они сделали очень все дорого и что у вас не хватит денег его пройти, то имеем следующее. Смотрите. Задание, чтобы закрыть за все 5 глав, то есть 20 уровней в каждой главе по 5 заданий, если все их открыть, то есть открыть все 500 заданий, вам нужно потратить 49400 рублей. Но это не то. Смотрите, если мы считаем, что каждую главу закрытие одного задания с уровня будет стоить на 100 рублей дороже, то есть сейчас 199 рублей, на второй главе это задание будет стоить 299 рублей, на третьей главе 399 рублей и так до 599 рублей. Да, выходит, чтобы закрыть все 500 заданий, вам нужно заплатить 199500 рублей. Но, так как говорил агрессор, еще раз повторю, что у вас денег не хватит, и так как в нынешнем батлпассе все выросло на 200 рублей, то мне кажется, каждое задание будет стоить через 200 рублей, то есть первая глава 199 рублей, вторая глава 399 рублей, третья глава 599 рублей, и так пятая глава будет стоить 999 рублей. И тогда, чтобы закрыть все 500 заданий, вам нужно будет заплатить 299500 рублей. Собьем все это вместе в один ящик, значит, если задание будет через 100 рублей, тогда, чтобы полностью пройти батлпасс, вам нужно будет заплатить 248900 рублей. Если же через 200 рублей, тогда за весь батлпасс вам нужно будет заплатить 348900 рублей. Еще что, я вам напомню, что в прошлом батлпассе вам нужно было заплатить всего лишь 165 тысяч. Теперь эти 165 тысяч как-то по-смешному выглядят, если честно. Ну и да, и чтобы у вас была больше мотивация проходить этот батлпасс, они добавили эксклюзивный конкурс от Давидыча, на который они потратили где-то 500 тысяч рублей. Значит, первый человек, который пройдет данный батлпасс, он получит вас 2107 с пробегом там 10 тысяч километров, либо 200 тысяч рублей на карту. Второе место получит айфон 14, либо 100 тысяч рублей на карту. Третье место получит PS5, либо 60 тысяч рублей на карту. И с четвертого по десятое место получит 20 тысяч рублей на карту. То есть, чтобы не было так, как в прошлом году типа чел купил за 165 тысяч батлпасс и получил жигу там или 200 тысяч рублей на карту, они подняли цен и сделали в общем конкурс на 500 тысяч рублей. Но это прикольно. Но было бы намного прикольнее, если не было там первых 10 человек, а, например, среди всех людей, которые прошли батлпасс. Это было бы лучше, мне кажется. Тогда бы никто не донатил, их тоже, понимаешь? Итак, ребята, мы приехали на мое счастливое место, это Пресанта Моника. Именно здесь, в первом видосе с батлпассом я открывал свой первый кейс и мне выпал отсюда рюкзак, а после чего в следующих сериях мы открывали там 10 или 15 кейсов, я уже не помню. И мне тут же выпало несколько портфелей, поэтому это лучшее место для меня лишнее. Сейчас я так его нахвалил, и у меня сейчас отсюда ни хера не выпадет. Ладно, задание, как в прошлом батлпассе, в этот ролик я вставлять не буду, возможно, выйдет отдельный ролик, если вы хотите, обязательно напишите в комментариях, где мы будем выполнять вот это все, там будут 100% какие-то смешные моменты, либо лайфхаки, да и т.п. пока что мы накопили 10 кейсов, но в следующих сериях, может через полмесяца, я постараюсь накопить хотя бы кейсов 10-15, а 5, и тоже открыть. Поэтому раз, два, три, кейсик погнал, звук, кстати, не обновили, тот же, красный, это портфель когда-то был. Толстовка Adidas, не повезло, получается, маленько. Ну сколько, ну лямана стоит максимум. Ну блин, это лучше, чем донат, и лучше, чем рублей. Но за лям плюс-минус я думаю слить ее смогу. К сожалению, одевать я сейчас не буду, потому что у меня так на пальто износ пиздец бешеный, 39% если сейчас сниму будет 40. Кстати, если кому интересно, могу продать фулл сэнгучи, не знаю, даже мне кажется с портфелем, поэтому пишите в комментариях или дискорде. Как и в прошлом ролике по батлпассе, я скажу, что данная система возрождает вторую экономику сервера, то есть опять становятся ликвидными всякие чертежи, шкурки, не шкурки, пружинки, не пружинки, шестеренки, опять это все начнет расти в цене и получается, что каждый игрок опять будет принимать участие в батлпассе, ведь именно когда идет батлпасс, можно неплохо об этом навариться. Как нам показал предыдущий батлпасс, как только он вышел, ну, выполняли задания, да, и покупали всякие пружинки, шестеренки, если вы не хотите выполнять некоторые задания, либо их искать. Но под конец цены дико выросли, то есть если в начале батлпасса вы могли шестеренки купить по 400, по 500, как сейчас, то в конце батлпасса они стоят по полторы, по две тысячи рублей за штуку. Поэтому, если вы хотите заработать, но не хотите покупать батлпасс, вы можете свободно закупиться шестеренками, пружинками, но пружинки не так выгодно, а вот шестеренки очень выгодно, порох, дрожжи, вот этим всем вы можете закупиться и спокойно позже заработать батлпасса это все-таки не новичков, я опять повторюсь, потому что здесь нужно тратить очень много денег, хотя многие говорят, что типа чел, ты пойдешь на работу, ты все заработаешь, ну блин, ну не хватит тебе денег, который там заработаешь на доставке курьера, там 3 ляма, и тебе надо арендовать там транспорт, тебе скрафтить то, сё, еще на контейнеры пойти, ну не хватит тебе денег, или заправить тот же вертолет без связи, это 200 тысяч либо 100 тысяч, кто как делает. короче, если ты новичок, тебе будет очень сложно, то в принципе, если ты и не новичок, тебе тоже будет очень сложно, ведь батлпасса это прям дрочь, это прям нужно сидеть и задротить. Мне неверно самый главный вопрос, стоит ли покупать летний батлпасс на смотре рейджа. Ну смотрите, есть один большой минус, это то, что тебе капец как нужно много задротить на сервере. Если вы готовы, готовы продать все свое лето и все свое свободное время за то, чтобы пройти на батлпасс, то в принципе можете. Не обязательно там до 4-го, до 5-го левела долазить. Типа, можете 2-й, 3-й залутать, залутать там донат, купить себе именные номера для примера, а дальше не лезть. Тогда да, почему бы и нет, тем более, если его можно купить за игровую валюту, получить там шмотки, Пикачу того же на плечо и заработать еще с этого деньги, почему бы и нет. В принципе, он окупаем буквально в первые дни, если вам повезет и что-то выпадет годно из кейса, то можно покупать, да. Но если вы хотите купить батл пасс ради тачки, то явно не стоит, потому что вы просрете очень много денег, нервов и времени. Лучше всего будет просто подождать, когда этот батл пасс закончится, то есть плюс-минус через 3 месяца. Тогда появятся первые автомобили, и потом, если у вас, конечно, есть деньги, и вам пофиг, в принципе, сколько вы готовы отдать за гемеру, либо ламбу, можете сразу покупать. Либо немножечко подождать, цены упадут, и купить сразу по нормальной цене. По сравнению с прошлым батл пассом, смотрите, Сентенарио были по 500-300 миллионов, сейчас они 250, да, или 200, либо 300, так. Феры были что-то 250, сейчас они по сотке. Приземленные автомобили. Ну, у меня, в принципе, вот такой вот видос получился. Я надеюсь, он был тебе полезным. Обязательно пиши в комментариях, как тебе батл пасс, купил ли ты или собираешься покупать. Ожидаемо, что они не изменили батл пасс, полностью не сделали, не переработали эту систему, немножко лишь изменили дизайн, добавили призы от Давидыча и все. Ну, хотя бы и на этом спасибо. А ты обязательно подпишись на канал, чтобы не пропустить роли, где мы будем проходить, скорее всего, задания с батл пасса, где мы будем открывать кейс и пытаться тот лук, который выпадет, продать. Поэтому, подпишись на канал, чтобы не пропускать новые, интересные, смешные видеоролики. Колокольчик, чтобы всегда их смотреть первым. Лайкосик обязательно под этот ролик. Ну, с тобой был Эван, всем желаю хорошего дня, всем удачи, пацаны, и всем пока.